МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Совы слов, для клиентов без QR-кодов в торговые и торгово-развлекательные центры необходимо организовать отдельный доступ. За неисполнение этого условия предпринимателю грозит административная ответственность. Доступ в торговые центры по QR-кодам в Забайкалье, напомним, ввели с 10 января. Забайкальский край занял 73-й из 85-ти мест рейтинга туристической привлекательности российских регионов по итогам 2021 года. Об этом сообщается на сайте Национальный рейтинг со ссылкой на исследование журнала о внутреннем и въездном туризме, отдых в России и Центре информационных коммуникаций «Рейтинг». Забайкальскому краю и другим регионам этой категории рейтинга по мнению авторов исследования не хватает опыта и креатива, поскольку традиционные выставки и конкурсы уже давно не приносят их участникам нужной узнаваемости на федеральном уровне. Для решения этих проблем нужна слаженная работа власти, бизнеса и внятная стратегия развития. После запуска мусоросортировочного завода в Чите вторсырье на переработку будет отправляться на заводы в Челябинске, Башкортостане и Ангарске. Об этом сообщила Читару начальника отдела по обращению с твердыми коммунальными отходами Минприроды Забайкалья Тамара Микелян. С ее слов, смысл раздельного накопления в том, что вторсырье не загрязняется, а сортировка на заводе упрощается. Завод необходим, потому что и бумага, и картон, и пластик по-разному перерабатываются в зависимости от состава. Контейнеры для раздельного сбора мусора переданы в администрацию Читы, но еще не установлены. Запуск мусоросортировочного завода в Чите, напомним, сдвинулся в восьмой раз, и он не смог начать работу с 1 января. Мировые цены на продукты питания выросли за год почти на треть. Это максимальный показатель за десятилетия. По прогнозам экспертов, в этом году негативная тенденция сохранится. На этом фоне крупные российские розничные сети выразили готовность не повышать наценки на социально значимые продукты больше, чем на 10%. Предельный процент надбавки предполагается ввести на год. Это коснется нескольких десятков категорий товаров, включая вермишель, некоторые овощи, хлеб, молоко, сливочное масло и гречку. Пока с идеей не повышать наценку на базовые продукты свыше 10%, выступили всего три крупные торговые сети, они направили свою инициативу в Федеральную антимонопольную службу.